Мой мастер-класс, который я провожу обычно после прохождения базово-продвинутого курса, там собирается опыт мой, опыт тех известных тетахилеров, которые поделились с ним в каких-то печатных изданиях, в каких-то мастер-классах. И плюс то, что мне удалось по крупицам собрать из различных практик. То, к чему привела меня моя практика, и когда я видела, что недостаточно одних лишь только приемов тетахилинга, я очень органично дополнила этот процесс различными другими практиками. И здесь я делюсь с людьми именно этим. Мы глубоко отрабатываем раскопки, такой есть прием в тетахилинге, глубинные раскопки, которые несколько похожи на психоанализ, но он проходит немножечко в ином ключе, но помогает человеку понять свои глубинные убеждения, понять свои вторичные выгоды, почему он поступает так или не иначе. И вот на этом мастер-классе я рассказываю о том, как работать с клиентом, как применять эти самые глубинные раскопки, как применять другие техники, которыми я владею, и сочетать их вместе. Кана, а можно ли работать с детьми маленькими с помощью тетахилинга? Да, с маленькими детьми можно работать с тем, чтобы уравновесить их, сгармонизировать. Но чаще всего, если ко мне обращаются с такими случаями, я предпочитаю работать сначала с родителями, потому что все, что нам показывают наши дети, то, как они себя ведут, это отражение поведения родителей. Поэтому все причины нужно, конечно же, искать в родителях. Но ребенка очень хорошо можно сгармонизировать. Например, очень легко снимается температура, какие-то физические боли. И при этом, конечно же, мы никогда не отвергаем медицинской помощи. Ни в коем случае ни один специалист, который работает в технике тетахилинг, не скажет вам, чтобы вы не ходили к врачу, не показывали своего ребенка врачу, не лечились сами. Этого нет никогда. Поэтому я считаю, что с детьми работать в этой практике можно. А вот по поводу обучения, в моей практике пока этого не было. Но на семинарах Вианны Стейбл я видела, что присутствовали дети только с родителями обязательно. И есть такой курс в тетахилинге «Дети радуги». Его можно проходить детям. И он построен в легкой такой форме, что детям понятно, как это все происходит. И там их учат просто пониманию мироздания, общению с растениями, с природой, с животными. Учат их ценить мир, ценить свою жизнь, относиться с любовью и уважением к себе и к окружающим людям. Поэтому я считаю, это вполне приемлемо. Интересные, необычные случаи, может быть, были при обучении или при работе с клиентом сейчас. То есть что-то выдающее из рук. Ой, таких случаев вообще множество. И если их сейчас все вспоминать, я увлекусь и буду долго рассказывать. Но каждый раз меня это удивляет. И я радуюсь тому, что я явилась наблюдателем вот такого интересного события. Ну, коротко скажу, например, в процессе обучения в одной из групп молодой человек, 38 лет, красивый, умный, он не мог построить отношения с женщинами, не мог создать себе пару. И вот буквально в течение двух месяцев после прохождения базового продвинутого курса, после того, как мы вскрыли истинные причины, почему это происходит, он встретил, можно сказать, свою половинку и очень доволен. Живет сейчас в счастье, в любви. И даже рекомендует своим каким-то знакомым обучиться этой технике, чтобы просто ее применять в жизни. Ну, очень интересные моменты, когда буквально за один день удавалось помочь мамам с маленькими детьми. Это очень радует. Потом был интересный случай, когда на курсе, на одном из курсов мы манифестировали тоже встречу со своим любимым или с любимой. И у одной девушки получилась встреча с молодым человеком, прямо в точности совпадающим, как она манифестировала. Все его качества, все черты характера вплоть до внешности присутствовало в реальной жизни. При помощи этой работы также можно снять блоки. Молодой человек, мне всего два шарика, мне не четыре. И вот мы. Есть, И вот. Вот. И вот. И вот. Вот. И вот.